Поживу — увижу, доживу — узнаю, выживу — учту. Привет, меня зовут Даша, и сегодня будет такое видео, немножко сумбурное, и даже я не знаю, каким оно выйдет в итоге, потому что я её хочу посадить. Это видео одной своей полочки, вот этой. На этой полке собраны книги, которые назначены для саморазвития меня как домохозяйки, наверное, рукодельницы, так и для более возвышенного саморазвития. И на самом деле я не готовилась к этой съёмке и не просматривала даже, какие здесь книги есть, поэтому кое-что для меня может быть удивлением. Будем являться вместе? Поехали! Похудей! Элизабет Ли Влитт, автор. Стройная фигура на всю жизнь. Такая маленькая она формата, и как можно по мне заветить, она нифига не помогает. Далее, мини-энциклопедия «Собаки». Это действительно мини-энциклопедия. Автор Джейн Эдди. То есть здесь всё начиная от того, как для серового райка, как с ними гулять, также и короткое описание пород. Например, просто наугад открыла, чтобы тебе показать. Ну, неплохая такая книжка, достаточно должна заметить. Дальше книга по психологии «Психологические подсказки». Автор у нас Сергей Степанов. Степанов, не уверена, что правильно. «Рецепты поведения в самых простых и совсем непростых ситуациях». Я так посмотрела. Это, по идее, то, что мы знаем, уже, в принципе, можно логически также до этого додуматься. И, в принципе, здесь совершенно очевидные вещи расписаны с точки зрения психолога. Из меня психолог не какой-то, но даже мне понятно, что автор этой книги... Воплощение своей идеи автора данной книги не очень-то удачно осуществил. Ну, например, вера возрастает прямо пропорционально к культурному уровню. Ну, очевидно, совершенно вещи, поднанные под соусом психологию. Вот. Ещё одно открытие, которое нам преподносит автор книги. Обстановку квартиры может многое рассказать о владельце. Кто бы мог подумать? Ну, и так как Бог любит троицу, ещё что-нибудь рассержен, расстроен. В общем, испытываешь какие-либо негативные эмоции. Нужно их выразить в письменной форме. И тогда они тебя покинут. Вопросы молодёжи. Практически советы. Честно признаюсь, эта книга осталась с момента посещения свидетелей Еговых нашего дома. Мне никогда не поднимется рука выкинуть книгу, поэтому она всё ещё здесь. Света, кстати, дельный, но, должна заметить, совершенно очевидно, что книга переведена с американской. Она совершенно не адаптирована под нашу культуру. И Наталья Правдина я привлекаю успехом. Кто не знает, хотя вряд ли она достаточно знаменита. Наталья Правдина специалистка по фэн-шую. Неплохой, в принципе. Эта книга, в принципе, достаточно неплохой указатель по фэн-шую. Тем более, здесь есть очень такие иллюстрации. Вот, например, мой любимый Ганеш. Рыбки. То есть, самые такие талисманы. Здесь представлены. Иллюстрация хорошего качества на отличной бумаге. Ну, прикольно. Ну и кулинарные шедевры. Авторы Донцова, Лариса Рубайская и Селезенёва. Книга была куплена по одной единственной причине. С автор книги Донцова. Рецепты очень-очень простые. И описание их тоже очень-очень простое. То есть, видно. Надеюсь, что видно. Перечень того, что понадобится. И пошаговые инструкции. И вот все инструкции неподобные. То есть, они очень-очень короткие. Как видно, здесь есть иллюстрация, конечно. То есть, всё очень коротко, лаконично, ясно и понятно. И любительница занимательных фактов. И, конечно же, у меня есть книга из этой серии. Занимательные факты. Странности нашей эволюции. Очень рекомендую всем. Очень познавательная, увлекательная, интересная книга. Автор Хит Харрисон. И эту книгу дарила мне мама. Что можно понять по надписи, которую я тебе сейчас расшифрую. Подарок сделан на Новый год. На 2010-й Новый год. Дочка моя, всегда надейся на чудо. Тебе того же. Ещё одна книга от Натальи Правдиной. Талисманы любви и удачи. Она выполнена, как ты можешь видеть, в более плохом качестве. Но от этого её информативность не страдает. Стесняюсь тебе это показывать. Евгения Шацкая. Любовница экстракласса. Это моё книжное приобретение. Правда, это то, что когда я её покупала, я только-только оканчивала школу. В принципе, ничего нового здесь для себя ты не откроешь. Если ты читаешь Космополь, то хотя бы. Или смотришь какие-нибудь женские передачи. Я бы книги подобного то, как она назвала, как вести себя как леди. Блюда-минутки. Лучшие рецепты. Может быть, рецепты и лучшие, но инструкции на четвёрочку, я полагаю. Славянские биологии. Заговоры на все случаи жизни. Составитель некий В. Артёмов. Или Артемов. Сказал Артёмов. Да. Заказала я эту книгу через мир книги. Только из-за одного разъединственного слова в названии книги. Славянский. Пардон. Славянские. Славянские. Не христианские. Славянские. За что я не люблю эту книгу? Потому что заговоры здесь именно христианские. То есть, я изучала структуру составления циклинарии, заговоров. И я в этом разбираюсь. Что здесь делают такие христианские слова, как «раба Божья» или «печистая Матерь Божья». Пойду перекрестяюсь. Я где-нибудь видела славянку, которая крестится. Аминь. То есть, это не славянские береги, заговоры. Это, как сказать... Это смесь славянских заговоров с христианской религиозной терминологией. Вот так вот. И, кстати, в очень многих заговорах структура неправильная. То есть, автор сочиняет. Я не знаю, что было источником составителя этой книги, но я бы назвала источники достоверными. Секс с Анфисой Чеховой. Где, как и с кем. Да. Одно время я от нее фанатела. Нет книги. М-м-м. От передачи. И здесь я хочу тебе предостеречь, если ты захочешь иметь эту книгу. Ты станешь неразборчивой нимфоманкой. Потому что она... Таким образом написана эта книга, что тебе просто захочется пойти на вытянувые улицы и накинуться на ближайшего мужика. Правда. И ты при этом не будешь чувствовать себя виноватой. То есть, даже самая неуверенная в себе, закомплексованная девушка, которая воспитана просто на... Я не знаю, на Мэри Поппинс, на Гардемаринах, на понятиях о том, что девушка должна блюсти свою чисто... О том, что девушка должна блюсти свою чистоту до замужества, что там муж должен быть первым. Даже такая девушка захочет приключения на мадам сижу на своем. После этой книги, так что очень осторожно. Вообще, для книг по психологии у меня отдельная полка есть в другой комнате. Ну, сюда, видимо, книга упала случайно. Мой любимый, самый любимый психолог вообще в мире. Владимир Леви или Леви... Да, любимый психолог, а это... Я не знаю, как правило удаления ставить. «Приучение страха». Надо бы мне эту книгу перечитать. Отличный психолог. Я очень рекомендую его книги. Не надо читать никаких Козловых, никаких Степановых. Это... Владимир Леви, только Владимир Леви. Неважно, начинающий психолог. Или книга читается просто для того, чтобы узнать самого себя, а не стать психологом. Или профессиональный психолог. Владимир Леви — большая-большая умничка. И у него неслабый авторитет в мире психологии. И очень рекомендую. Все остальные, неудея. Так, данная книга «Правила для игры без правил» в авторстве Кристины Кома Фортлинч. Я заказала под влиянием отрывка книги, которую прочла в журнале «Космополитен». И, если честно, перевод в журнале «Космополитен» был куда как лучше, нежели здесь. На самом деле, книга просто отличная. Если ты планируешь стать деловой женщиной, то это самое то. Это для тебя. Запомним. «Правила для игры без правил» Кристина Кома Фортлинч. Я напишу внизу, как всегда. Книга просто отличная. И я думаю, она подойдет для любой страны. С любым металлитетом. Потому что, действительно, советы очень действенные. «Фантазии из бисера». «Фантазии из бисера». «Де Чиоти» автор. «Эта книга будет хороша для тебя только в том случае, если ты действительно любишь пести бисером, если тебе хватает терпения, усечивости и бла-бла-бла. Если ты уже кое-что умеешь». Потому что я не представляю, чтобы человек, который еще пока толком не держал леску в руках и бисер, смог бы творить такое. или такое. Ну, мне, например, теперь не хватило. Екатерина Вильмонт. «Дети галактики» или «Чепуха на постном масле». «Как мы жили, как мы ели». Вот таким образом выглядит книга. Это, она написана в таком духе, типа, что в те годы, когда бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и моя мама бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, книга написана в стиле повествования, вытекающие в рецепты, скажем так. То есть, это не просто тупо перечни, там, салат из ливера, запеканка из пельменей, чехол били, макароны. То есть, а вот, как рассказывает, то есть, что-то очень плавно. Я бы рекомендовала книгу тем, кто только начинает учиться готовить, и кто не особо к этому расположен, книга поможет заинтересоваться, замотивироваться на готовку. Таково мое мнение. Виталий Гилберг, «Моделирование будущее». Во нем я обзор уже делала, так что повторяться не буду. Полная энциклопедия фэн-шоу. Я одно время увлекалась, и до сих пор даже кое-что помню. Ставитель Никис К. Савельев. Очень неплохое издание, но меня здесь рассмешила в одно время очень фраза «Это плохой фэн-шуй». Зеленая книга от Ифраше. Что она сделает, правда, не знаю, даже не с вашим именем. Эту книгу могу посоветовать. «Трусы на люстру. Деньги в дом». Авторы Гурангов и Долохов. Эта книга потрясающе поднимает настроение. Она сразу становится такая счастливая, улыбательная, просто вся сразу открытая всему просто миру. Эта книга «Как учить жить не унывая». И она дает такие совершенно дурацкие лицеты, которые, как ни странно, действуют. Я очень рекомендую ее к прочтению. И если ты ее не читала, любишь книги такого подобного толка, ну, как Синериковы, например, книги, ну, такие вот саморазвивающие книги, именно не в плане психологии, не в плане каких-то знаний, хотя это тоже знания, а именно вот в плане «Как себя чувствовать?» «Ля-ля-ля», «Вверху нос», «Трубой хвост», ну и вообще все такое позитивное, на позитиве, на улыбках, на счастье, на песнях, плясках. Вот я просто взяла книгу в руки, ты уже видишь, какая я стала? То есть очень советую. И из этой же области еще одна книга. Как и продолжение, авторы те же самые, Долохов и Гурангов, «Трусы возвращаются на люстру». За эту книгу мне опять же стыдно. «Мужчиноведение. Курс начинающей стервы». Ну, короче, эта книга как на то, какой должна быть настоящая женщина, а не о том, как она должна быть настоящая стерва. Составитель, составитель также «Шацкая е». Та самая, которую написала… Где эта книга? Любовница экстракласса! Ты меня слышишь? Я внизу тут с книгами. Опять, Долохов и Гурангов, «Фейверк». В «Волшебство» менее рекомендованы. Книга самая шикарная у них от «Трусы на люстру. Деньги в дом». Это вот убойная. Но это тоже неплохая. Почитай.